Девочка-пай Сегодня на обзор представлены два топора Патриот 600, Колун и Фискарс X11 Значит, купил в прошлом году вот этот топор Прочитал обзоры, были неплохие отзывы Попробовал его в деле Показался очень хорошим топором Прямо после обычных русских чугунных топоров Замечательный колка дров становится удовольствием Но все же, когда его покупал Еще обратил внимание на вот этот топор Фискарс X11 И один из интернет-блогеров, когда проводил обзор на эти топоры Как-то очень негативно отозвался В отношении этого топора Патриота Который Произведен, по всей видимости, в Китае И очень нахваливал Вот этот вражеский топор Произведенный в Финляндии Что касается эргономики Ну, по ощущениям Когда держишь их в руке Почему-то вот этот кажется Немножко тяжелее Хотя общий вес вот этого топора Патриот Больше Грамм, наверное, на 11 Что касается деталей Я досматривал Вот этот, мне кажется, сделан более аккуратным У него хорошо Хорошо обработаны грани То есть ровные поверхности Красиво все Качественно на первый взгляд Ну, не знаю, как качество металла Я рубил, когда дрова попалась Доска с гвоздем У меня получилось вычерклено Ее хорошо видно Фискарс Вот этот топор Я купил в прошлом году За 2500 рублей Сейчас он стоит примерно так же Вот этот заказывал На Сбер Мегамаркет Он стоил 6800 У меня была Скидочка 2000 по промокоду И в итоге я его приобрел За 4800 рублей Но Сравниваем мы видим Какое-то вот неаккуратное исполнение Вот Что-то какие-то Недоработки Тут какие-то Отливы Приливы Ну, что-то непонятное Что же касается эргономики Конечно, у Фискарса Рукоятка чуть-чуть потоньше Что делает его удобным При удержании У этого рукоятка Немного толще Немного толще Что касается Этого крючка У Фискарса Крючок Визуально Ну, это очевидно Он больше За счет этого Удобства удержания Что он Случайно не выскользит Из рук Хотя По чисто тактильным ощущениям Вот этот топор Патриот С вот этой резиновой вставкой Мне кажется удобнее Поскольку Когда держишь его голой рукой Вот эта резина Она приятней На ощупь Нежели Вот этот пластик Значит Сам топор Он немножко больше Он немножко больше Он немножко больше Уши у него Немножко шире И за счет этого Наверное Свойства колки Должны быть выше Ну, не знаю Сейчас проверим На деле Ну, то есть Изумикум Ну, на тонкие доски Как в принципе Одинаково Вот уже Чувствую Неудобство Удержания В руках То есть Для Колки Вот таких Пеньков Он просто-напросто Не годится Его удобно Не найти Ну, хотя Вот Мне кажется Тем легче Рубит Подзой Правый Удобно Удобно Ну-ка Сейчас я попробую Рубка Одной рукой Вот здесь Мне приходится Держать Все-таки Одной рукой Удерживать Неудобно За счет того Что Вот эта часть Она Широкая Рубит По ощущениям Как будто Вот этот Вражеский Топорик Он Как-то Лапчее Что ли Неожиданно На самом деле Не хочется Хвалить Дорогой Топор Ну, по ощущениям Вроде Такой Справляется По ощущениям По ощущениям Он действительно Удобнее Чего Вот этот Но Если сравнивать По цене Вот этот Топор Получается В 20 Небольшим Раза Дороже Искать Вот этот Дешевле Ну, как бы Ну, кто Очень хочет Конечно Ну, как я Сделал Хевр Почему Я его Купил То есть Очень захотелось И я его Приобрел Да Можно ли Без него Обойтись Ну, наверное Можно Ну, поэтому Вот этот Топор Как бы Тоже Неплохо Справляется Со своей Задачей Очень Красота Что ли Поехали Грова Извините Тенья Что-то Какой-то Моторчик Что-ли Ну, все-таки Наши Враги Умеют делать Умеют делать Ну, можно ли без него Убойтись Скорее всего Ну, в заключение Скажу Что Как бы У меня Такие Положительные Эмоции Вот Использование Этого Топора Да Он Он удобнее Сидит Вроде Как По ощущениям Вот Я смотрю Вроде бы Металл Даже лучше Использован Лезвие Лезвие Топора Металл Определенно Лучше Определенно Лучше Что касается Удобности Хранения Короткая Рукоятка Делает Его Бесспорно Более удобным Для хранения Чем Этот Топор Но все же Высокая Цена Фискарса Которая Примерно В два С половиной Выше Патриота Она Все Таки Заставляет Задуматься Нужен ли Такой Топор В хозяйстве Я думаю Что Несмотря На его Небольшие Преимущества Без него Можно обойтись Используя Более дешевый Аналог Который Послужит Не хуже Более дешевый